Аварийная ситуация на улице Измаильской, где накануне провалился участок дорожного покрытия, устранена, но не до конца. Кратер в 40 квадратных метров, который образовался из-за прорыва трубы, по технологии засыпали песком и щебнем. Но заасфальтировать участок не могут. Нет асфальта. Ответственные чиновники пояснили, из-за кризиса в энергосекторе многие асфальтные фабрики вынуждены были остановиться, а запасы исчерпались быстро. Коммунальщики работали на месте аварии почти до утра. Кратер засыпан. Движение по улице возобновили, но экс-друппа предстоит выстелить около 40 сантиметров асфальта. Но его нет. И скоро не будет, оповестил чиновников подрядчик, ответственный за работы. У нас был информация, что агент экономики опуизирует сток, который необходимый для производства асфальта. И из-за того, что мы информировали, что в орфере цинеры на левроре асфальта, в роматоре двух дней, в принципе, ничего не будет оформлять этот бетон асфальт. Сейчас асфальт ищут по всей стране. Оставить участок на оживлённой Измаильской улице в таком виде опасно для участников дорожного движения. Пока проезд там затруднён. И другие проекты откладывают из-за отсутствия асфальта. В Кишиневе три завода по производству бетона и асфальта приостановили работу из-за отсутствия газа. В стране таких ещё больше. Ещё одна беда – стоимость эмульсии необходимой для производства асфальта. Ещё одна беда – стоимость эмульсии от 8.000-8.500 леи. Аккума она расширена до 12.500 леи за 1 тонн. К примеру, эта ситуация. Существуем, в какой-то мастер, под риском, что антрепренор, который поддерживает левроре бетона асфальта, что интервит в один момент и скажет, что они не поддерживают этот контракт. Некоторые проекты перенесли на следующий год. Напомним, аналогичная ситуация произошла в феврале 2020-го. После проливных дождей на улице Тегины образовалась огромная яма, которую, к счастью, вовремя заметили.